Разыскивается судья. Некая Татьяна Шевлягина из Саратова, судья Балашовского райсуда Саратовской области, арестована заочно, ибо скрылась. В отношении Шевлягиной расследуется уголовное дело по многочисленным фактам получения взяток за вынесение заведомо незаконных решений, сообщает нам Следственный комитет. Причем дама скрывается еще с 2018 года. Эта судья никого не сажала, зато занималась легализацией прав на имущество, включая асфальтобетонный завод. За взятки. Наберите в любом поисковике фразу «бывший судья осужден». Тысячи историй. Судья осужден за убийство в Ижевске, за взятки в Тобове, Москве, Ростове, Краснодаре. Мировые судьи, арбитражные судьи, федеральные судьи. Это уже те, кто сажает людей. Все знают, что суд у нас всегда стоит на стороне обвинения. Больше чем 99% выносимых приговоров обвинительны. Но что случается, если посадили судью, который до того посадил вас? А ничего. Пойман судья с поличным, со взяткой. А судьи люди осторожные. Только самые глупые из них попадаются так легко. И вот судью потихоньку лишают звания, а уж потом арестовывают, если найдут. И считается, что вот он намеревался несправедливо судить в одном деле, за которое точно получил деньги. А все остальные норм. Никто ничего пересматривать не будет. Нет новых обстоятельств. А вот еще следователя посадили, который ваше дело расследовал. И прокурора, который вас обвинял. Только посадили не по вашему делу, а по следующему. Далеко не факт, что то дело, по которому мы их взяли, все равно не закончится обвинением. А уж к вам это все точно никакого отношения не имеет. Посадили и сидите. Нет новых обстоятельств. Это вам любой судья скажет. Вот та самая саратовская судья, которая в розыске. Десять эпизодов взяток у нее. Ну, может, десять дел и пересмотрят. Это вряд ли. Срок давности, то все. А все остальное норма. Корпорация не дрогнет. Корпорация сама про себя знает, что в судьи, в следователи, в прокуроры берут не лучших из лучших, а своих. Корпорация это защищает себя, а не ваш покой, не ваше право. Что с этим делать? Да ничего. Жить в предложенных обстоятельствах. Требовать изменить систему, доказывать необходимость реформы. Так вот же она уже. Даже в Конституции сейчас все поправят. Или вы не следите?